2020 наконец-то закончился, чего мы, к сожалению, не можем сказать про пандемию. Хотя ограничительные меры стали значительно мягче. Но я, разумеется, говорю, как обычный человек, не связанный с бизнесом. А вот в каких условиях и в каких реалиях живут наши предприниматели, что им уже можно, а что до сих пор нельзя, какую поддержку они получают и получают ли, мы обсудим сегодня. Вы смотрите программу «Интервью». Меня зовут Александра Орлова. А у меня в гостях директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров. Александр, здравствуйте. Добрый день. Вопросов много. Я начну с глобального. В каком состоянии сегодня находится наш бизнес? Я, разумеется, говорю про туризм, про сферу услуг и так далее. На ваш взгляд, насколько сильно пандемия ударила по предпринимателям? На сегодняшний день деятельность предприятий потребительского рынка туризма возобновлена практически в полном объеме. Ряд ограничений, конечно, сохраняется. Это ограничения на работу предприятий общественного питания, на работу саундбайн, спа-услуг в ночное время, а также частично сохраняются ограничения по торговым центрам, по допуску несовершеннолетних без сопровождения родителей. Если говорить о последствиях, которые сказались на бизнесе, то они связаны как с ограничительными мероприятиями, которые вводились, так и с тем, что сократился спрос у населения. Это было связано с теми режимами самоизоляции, которые вводились из переориентации потребителей на онлайн-сегменты. Кроме того, на бизнес оказало влияние и необходимость соблюдения требований режима повышенной готовности, санитарных требований, повышенной меры по дезинфекции, проблемы с заболеваемостью персонала. А сколько предприятий закрылись совсем, чтобы было как-то понятнее, какие у нас потери? Если говорить о розничной торговле, то за прошлый год сократилось порядка 5% предприятий. В общепите это порядка 1% и наибольшее сокращение произошло в сфере услуг. Там сократилось порядка 13% предприятий бытовых услуг населению. Но это связано в том числе и с тем, что некоторые индивидуальные предприниматели переходили в статус самозанятых. А сейчас наши предприниматели приняли новые правила игры, они уже оправились или продолжают закрываться предприятия и сейчас? Вообще сфера потребительского рынка это достаточно конкурентная сфера и для нее характерны процессы активного закрытия и открытия новых предприятий. То есть они происходят и в обычное время. В период пандемии эти процессы просто обострились. Вот приведу пример. За прошлый год закрылось 10 предприятий гостиничного бизнеса. Это апарт-отели, мини-отели, а в то же время 4 новые гостиницы открылось в прошлом году. То есть эти тенденции сохраняются. То есть все равно, несмотря на такую сложную ситуацию экономическую, продолжают выходить новые игроки на рынок? Да, безусловно. В частности мы это заметили на примере общественного питания. Вот я называл цифру, что сокращение общепита за прошлый год составило всего 1%. Это как раз было связано с тем, что помимо того, что многие заведения закрылись, появилось много новых предпринимателей на этом рынке. К сожалению, для многих из них выход на рынок был связан как раз с тем, что год пандемийный, но в то же время они начали свою работу уже, скажем так, в условиях максимального прессинга и со стороны каких-то требований повышенной готовности, санитарных норм и со стороны ожиданий потребителя. Так что те, кто выжили и сохранились за этот год, они в дальнейшем, я уверен, станут успешными. Выжили. Какое страшное слово для наших предпринимателей, которое для них, к сожалению, теперь реальность. Но вот чтобы выжить, нужна поддержка. Какую поддержку предприниматели получили в 2020 году, ну вот, например, в рамках региональных пакетов? Какая сумма, чтобы мы могли оценить? Ну, основные меры поддержки были как налогового, так и неналогового характера. Сумму оценить сложно, потому что основная мера поддержки, которая была предоставлена, это отсрочки и рассрочки по уплате налогов, в том числе региональных налогов для предприятий сфер пострадавших отраслей, в том числе это и туризм, и общественного питания, и торговля непродовольственными товарами были предоставлены отсрочки по уплате налога на имущество, земельных налогов. Также были сокращены ряд налоговых ставок по специальным налоговым режимам региональным, в том числе по патентам, предоставлены отсрочки налоговой льготы по уплате арендных платежей за пользование государственным имуществом, муниципальным имуществом, земельными участками. Ну и, безусловно, предоставлялись меры прямой финансовой поддержки, были введены льготные микрозаймы. Две новых программы микрокредитования было принято в прошлом году, это льготные займы под низкую процентную ставку порядка 4%, ну и также компенсация платежей по привлеченным кредитам. Если же говорить о предпринимателях, о тех мерах поддержки, которые они сами оценивают как наиболее эффективными, то такими мерами поддержки являлись две. Это предоставление льготных кредитов на сохранение персонала, то есть предприятиям, которые сохраняют численность персонала, кредиты предоставлялись по льготным процентным ставкам. А также многие предприниматели в качестве самой эффективной меры поддержки называли снятие ограничительных мер. Какие меры поддержки сейчас уже сняли и по какой причине? Сейчас уже снято большинство мер поддержки, связанных с предоставлением от срочек по уплате налогов. Это было связано с тем, что такие меры поддержки вводились в тот период, когда деятельность предприятий фактически ограничивалась, то есть они не могли работать. С момента, когда предприятия возобновили свою деятельность, а большинство ограничений, как я уже сказал, были сняты в прошлом году, данные меры поддержки закончили свои действия. Смотрите. Допустим, я сейчас с вами поговорила, все переосмыслила и резко захотела стать предпринимателем. К чему мне нужно быть готовой? Я знаю, что наши корреспонденты, если не ежедневно, то еженедельно выезжают в рейды вместе с вашими специалистами, со специалистами Роспотребнадзора. И несмотря на то, что это продолжается все так много времени, замечания почему-то находятся каждый раз. Хотя, казалось бы, ну, можно уже привыкнуть. Неужели настолько суровые требования к нашим предпринимателям? Или это их халатность? На самом деле здесь ситуация двойственная. То есть те замечания, которые находятся на проверках, они как раз таки, можно их назвать типовыми. То есть основные требования, которые сейчас действуют к предпринимателям, это обязательное соблюдение масочного режима персоналом и посетителям. Соответственно, обеспечение запаса средств защиты тех же самых масок, дезинфицирующих средств, правильное применение этих дезинфицирующих средств, обеспечение социального дистанцирования, разметка, термометрия персонала. И вот как раз таки нарушения предпринимательской деятельности, они связаны с нарушением вот этих вот основных требований. А если же говорить о том, как начинающему предпринимателю понять, какие требования предъявляются, у нас действует региональное постановление за номером 120-П о введении режима повышенной готовности. И в этом постановлении специально были собраны все эти требования по различным отраслям деятельности, которые предъявляются предпринимателям, будь то торговля, услуги общественного питания, бытовые услуги, услуги бани и прочее. И эти требования сведены в некий формат чек-листов. То есть прямо по пунктам можно увидеть, какие требования предъявляются, что должно быть, в какой периодичности выполняться. Ну вот допустим, я предприниматель недобросовестный. Я захотела открыть кафе, но не закупила ни маски, ни антисептики, столики у меня какие-то там без социальной дистанции стоят. И вот пришли специалисты Департамента потребительского рынка и Роспотребнадзора. Что мне за это будет? Мне выпишут штраф и насколько он большой? Может быть мне проще заплатить штраф, чем устранять какие-то нарушения? Здесь, если говорить о штрафных санкциях, то они могут доходить до 300 тысяч рублей за нарушение требований режима повышенной готовности, а за нарушение санитарных правил и норм они могут доходить до 500 тысяч рублей. Кроме того, возможна и такая мера ответственности, как административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. То есть и штрафные санкции, и административное приостановление достаточно серьезные, соответственно, нарушать не стоит. В то же время при проверках бывает, выявляются нарушения, которые предприниматель может устранить либо на месте, непосредственно в ходе проверки, либо там спустя один-два дня довести какие-то недостающие документы, там еще что-то найти. Как правило, по таким случаям ограничиваемся предупреждениями. Сколько предупреждений нужно, чтобы мое кафе недобросовестное закрыли? Ну, если при повторной проверке будут выявлены нарушения, здесь уже без штрафных санкций не обойтись. Есть еще один момент, который волнует не только предпринимателей, но и простых жителей нашего города, и меня в том числе. Проверки проходят и после захода солнца. Я объясню телезрителям. Дело в том, что было введено постановление о том, что после 23.00 кафе, бары, какие-то развлекательные заведения нужно закрыть на клюшку и всем разойтись по домам. Но ваши специалисты как раз после 23.00 продолжают ездить и проверять. И вот вопрос. Сколько у нас бизнесменов-полуночников? Да, такие ограничения были введены в ноябре прошлого года. Начиная с ноября мы совместно с управлением Роспотребнадзора, совместно с сотрудниками полиции приступили к проверкам тех заведений, которые эти требования нарушают. На данный момент в ходе рейда мы проверяем порядка 10-15 заведений и нарушения, как правило, находим в одном-двух таких объектах. Количество это сократилось. Первоначально в ноябре, в начале декабря, когда такие проверки проходили, выявляли до 50% нарушителей в ночное время. Соответственно, меры принимались, такие заведения привлекались к административной ответственности. Те, у кого нарушения были серьезными, приостанавливались. А на данный момент, как я уже сказал, одно-два нарушения в ходе проверки мы находим. Что это за заведения? Это общепит развлекательный? Чего не хватает нашим людям сейчас? Ну, как правило, это заведения, которые работают в формате так называемых ночных баров, ночных клубов, кальянных. Такие заведения. То есть не хватает веселья в жизни и радости? Да, возможно, но зрелищно-развлекательные мероприятия в ночное время также запрещены, как и услуги общественного питания. Ну, то есть, если после 23.00, опять же, какое-то условное мое заведение поймали, мне сначала сделать предупреждение о нелюбви, ни тоски, ни жалости и сразу закрыть? Здесь нет, не так. Потому что в данном случае нарушение является уже достаточно серьезным. Соответственно, здесь составляется административный протокол и накладывается штраф по статье 20.6.1 кодекса. Как раз-таки тот штраф, о котором я говорил, сумма которого может составлять до 300 тысяч рублей. Кроме того, замечу такую особенность. Зачастую в ходе вот этих ночных проверок в тех заведениях, которые нарушают требования режима повышенной готовности, работают в ночное время, мы находим и иные нарушения. И это не только нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а в том числе многочисленные нарушения требований к обороту алкогольной продукции. Дело в том, что наш департамент потребительского рынка еще и является органом регионального контроля за оборотом алкоголя. И, например, в ходе тех проверок, которые мы проводили, проверок требований режима повышенной готовности, попутно было выявлено 50 нарушений, связанных с оборотом алкоголя. Это либо оборот алкоголя без лицензии, либо наличие на объекте контрафактного алкоголя. То есть, соответственно, здесь, когда мы выявляем нарушения, мы видим сразу целый комплекс. Здесь и работа в ночное время, и курение кальянов, и нарушение дезинфекции, графиков уборки термометрии и контрафактный алкоголь. Поэтому здесь, конечно, уже предупреждений не бывает. А какие сферы пострадали больше всего? Можно ли выделить? Может быть, это предприниматели, которые заняты в сфере торговли, либо индустрии красоты, либо туристический бизнес? Вот можно кого-то выделить в этом невеселом списке? Да, официально перечень пострадавших отраслей был установлен постановлением правительства Российской Федерации. Туда вошли практически все отрасли из сферы потребительского рынка. Это и общественное питание, это и торговля непродовольственными товарами, это, безусловно, туризм. Но если оценивать, кто из них пострадал, скажем так, в большей степени, то это, конечно, те отрасли, деятельность которых связана непосредственно с населением, с контактом, с клиентом, и которые невозможно перевести в онлайн-формат. Ну, в первую очередь, это туризм. То есть проводить какие-то туристические мероприятия и выезды онлайн, к сожалению, невозможно, в отличие от той же самой онлайн-торговли. А также это сфера бытовых услуг населению. Собственно, вот те цифры, которые я в начале интервью называл, об этом и говорят, сокращение на 13% тех предприятий, которые работали. То есть они либо прекратили работать, либо в связи с падением объема спроса заказов перешли в статус самозанятых. То есть вот эти отрасли пострадали в наибольшей степени. В то же время, если говорить, например, о торговле продовольственными товарами, то эта отрасль не только не пострадала, но обороты ее и увеличились. Данный сегмент увеличился в связи с тем, что был повышенный спрос населения. То есть им пандемия даже в плюс. На продукты питания. Ну, можно сказать так. Я думала, не существует таких предпринимателей, но, видимо, поговорка, даже в самом плохом есть что-то хорошее, действует и в этом случае. Я хотела задать еще вот такой вопрос. Сейчас, когда ограничительные меры постепенно снимают, получают ли предприниматели какую-то поддержку? И нужна ли им она сейчас? Или они встали на ноги, они уже самостоятельные, могут справиться? Безусловно, меры поддержки они получают. Те меры специальные, которые были введены в прошлом году, в первую очередь, это кредитование по льготным процентным ставкам. И кроме того, если говорить о наиболее пострадавших отраслях, да, я называл туризм, то в этом году мы запустим долгожданную программу грантов на развитие туристических проектов. Сбор заявок на эти гранты планируем начать в апреле-май месяце, а сумма гранта будет составлять до 1 миллиона рублей на один проект. То есть как раз таки для того, чтобы поддержать те отрасли, потому что, скажем так, восстановиться очень быстро, им невозможно, на это потребуется время. Поэтому меры поддержки, безусловно, сохраняются. Мы скоро продолжим. Не переключайтесь.